ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, которая тут задержана или не задержана? Что? Тут задержана или не задержана такая девушка, в общем, которую контролеры привезли. Данная девушка. Что? Данная девушка. Александра Александровна зовут. А его фамилия? Фамилию не помню. Кем приходит? Защитник ее. Ваш орден. Я защитник. Адвокатский орден. Я защитник. Мы можем пропустить ее только... Ну, я паспорт могу показать. Я паспорт могу показать. А вот. Ну, то есть защитником может быть только адвокат, правильно? Да, для беседы. Да я новую купил себе куртку старую. Ее задержали сейчас для установления личности. Ну, да. Одна основа ничего на основе, административного правонарушения. Для управления граждан, которые написали, что она совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей. Я понял. Закон номер 45 города Москвы. Я понял. Привезли в отдел, что гражданка отказывается представлять. Я понял. Так можно мне осуществить ее право на защиту? Можно мне осуществить ее право на защиту в соответствии с административным кодексом? Представляете ордер? Я защитник, я не адвокат. Ты играешь? Защитник, значит, в себе будет. Нет, ну я тут могу ее защищать? В себе будет? Нет, я имею право тут ее защищать. И она имеет право на защиту. Защитник не только адвокат, а иное лицо. Вы юрист? Да. У вас удостоверение адвоката есть? Нет. Адвокатская палата? Нет. О чем это за лезь? А существует неправо на защиту? Право на юридическую помощь. 0.2.16.9. А чего не представляетесь-то 0.2.16.09? Почему не представляетесь? Почему не представляетесь? А что вы сейчас сделали? Я к вам не обращаюсь с этими действиями. Ну понятно. Дайте заявление, я напишу на вас заявление тогда. И все. Обращайтесь вы ко мне. А разница в чем? Разница, если обращается гражданин за трудом. Откройте закон о полиции и почитайте, что нет никакой разницы. Да, я вам буду рассказывать. И зарплату я вам плачу. Я вам буду это рассказывать. Да, я. Я ниже 3% плачу налога, зарплату. Ой, все, давайте это самое. Вы сейчас выйдете отсюда, понимаете? Какой друг? Давай, давай. Нету другу. За пределами УВД. И будете ждать там. Будете так себя вести. Где? За пределами УВД. Тут общественное место. Здесь общественное, срежимный объект. Серьезно? Не ругайте, человек попросил. Ну ладно. Давайте заявление мне, да, несколько бланков срапан. Фамилию мне свою не хотите сообщить, нет? Никто? Да, да. Как еще раз? Новиков, да? Все, спасибо. А ручку можно? Можно? Можно сразу парочку бланков? Парочку бланков можно сразу? Два заявления хочу написать. Продолжение следует... 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 Это уже протокол задержания составляется в кратчайшие сроки, в кратчайшие сроки, время определенного скока до трех часов принято решение, три часа еще не прошло, возможно примут решение содержащего на законном основании, скока у нас нужен на законном основании, если вы юрист или учитель, обладаете какими-то знаниями, за статью, за привлечение за статью административного кодекса, кодекса административного кодекса, предусматривающего арест, допускается содержание на законном основании, при составлении определенного бумаги, не столь важно, до 48 часов, к ней может быть применена статья 19.3, которая подразумевает арест. Так протокол по 19.3 составлен? Еще три часа не пройдет, а вот, как сказать, при вашем таком рвении, как говорится, сейчас, понимаете, не вы, получается, один там умный, там поснимать, позаписать, ради бога, тут вот как бы у нас, камеры все пишут, никто, никто, ничего тут противозаконного не делает, не те времена, чтобы подразумевать. Ой, я бы не сказал, вот недавно в Казани задержали четырех человек, там. Ну, вы, как говорится, не надо всех под одну гребенку читать. Не надо, согласен, согласен. Во всех профессиях, во всех нациях, во всех, как бы, скажем, во всех кругах, абсолютно. Есть нормальные люди, есть и ненормальные. Так, смотрите, никто же не против производства по делу административного правонарушения, там, будь то 19.3 или что-то еще. А в чем проблема? Отказывать в праве на защиту, это дико. На юридическую помощь. Право на защиту есть. В отношении не ведется дело административного правонарушения, так? Имеет право, я же не отдавал сейчас читать, правильно? Цитирую, на юридическую помощь имеет право. Ну, вы кодекс административного правонарушения классный. Вы не юрист. В смысле, не юрист, я защитник. Ну, защитник, ну, вы не юрист, чтобы оказывать помощь. Почему? Так, как любой прохожий зайдет, скажет, что я буду оказывать ей помощь. Да, и вы должны будете его допустить, если под защиту не подходит. Она не прав на юридическую помощь. Вы должны подтвердить, что вы обладаете юридическими знаниями. Нет, ничего не должны подтвердить. Название ее доверенности я могу участвовать в деле. А основание доверенности на какой доверенности? Учную доверенность. Есть устная доверенность, так вы понимаете. В КУАПе есть понятие защитник. Это адвокат, либо иное лицо. Можете открыть сейчас. КУАП, если вам интересно. Какая статья? 26 какая. Ну, так же, как и задержание девятого, да? Нет, 26 какая. Девятое, это задержание в законе о национальной гвардии. У меня, к сожалению, нет. Время сейчас достаточно не обладает, чтобы сейчас перелистать, как говорится, и уточнять там точно, какая статья или еще что-то. Я понял. Три часа не прошло. За эти три часа, по вашей просьбе, много человек в руководство ставили. Ну и хорошо. За 48 часов. Ну и хорошо. Как иначе, как иначе, как, если человек тут составлен, он же не похищен, он же не похищен, правильно? Вы сразу пришли, непосредственно, начинаете разговоры, как сказать, не с той стороны. Нет, я начал разговоры, с кем можно пообщаться по этому поводу. Я вот так начал разговоры. Со мной, по сути, тоже. Ну, я здесь, по сути, не буду. Я вас понял. В этой ситуации, ни какого там отношения с мужем, я обычный, в принципе, я в том, закрываю, сейчас себе рабочие двери, а так и дежурный залог, и, соответственно, ему помочь вам пояснить, что, ну и как, отвечая на вашу вопрос. Я понял. А вот подскажите, пожалуйста, в чем проблема-то? Вот, ладно, закон вы там не знаете, не соблюдаете, ладно. В чем проблема-то? В чем, в чем, в чем? В том, что меня не допускают для него, в качестве, защитников. Защитников? Да. Ну, по сути, у вас сюда, если вы там не заявитель, вас не имеют права пускать в общественное место. Это не общественное место, это режим набег. Здесь даже съемка запрещена. Такое там общественное место. Съемка запрещена? Вот здесь, да. На основании чего? На основании того, что это режим набег. Ну, а есть какой-то закон, который запрещает? Есть. Сейчас вам сказать не могу. Можете в интернете найти. Хорошо. К сожалению, и искать, я уже сейчас не собираюсь, но он есть. Это, как сказать, мысли не снят. Смотрите, если я сейчас начинаю снимать, и вы выдвигаете законное требование, и не снимать, я буду подать 19.3. На улице? Нет, на улице без вопроса. Нет, тут 19.3, да? Тут 19.3. Казанский суд недавно посчитал по-другому. И Раминский суд посчитал по-другому. Ну, ради бога, это Казанский. Сотрудник по 286, я сейчас привлекал. Буквально вот две недели назад делали. Ну, хорошо. То же самое. Так что это общественное место. Это общественное место. Вот дежурная часть, общественное место. Тут можно снимать все, может прийти голый, бомж, все что угодно. Это уголок заявителя, информация для заявителя, с которой он может ознакомиться, как хочет. Уже информация, уголок заявителя у нас также присутствует при входе в УВД. Нет. Замечается? Замечается? Ну, там тоже есть. Метал искать для чего там. Откажетесь, откажетесь, предъявить, откажетесь провести, чтобы с вами личный доскантер проверили. У вас все это не пустит. Ну, я проходил так в отдел, когда на время было. Я проходил. Я даже с огнестрельным оружием проходил в отдел. Ну, как сказать, кто усмотрел, не думал, смотрел. Не, ну, как усмотрел. Я как бы не против досмотра никогда. Сомневаюсь, что вы прошли там, как сказать, и вас не поинтересовались, что, куда, зачем и что это у вас на оружии. Нет, поинтересовались, я показал документы все необходимые, все, и прошел. То есть документы показали у вас в отделе? Ничего. А так отказали бы от досмотра, у вас не пустит. Нет, ну, от досмотра отказывался и пустит. Правозащитник тоже это подтверждал, на камеру снимал, постовок. Почему мне не пускать, отказался от досмотра. Это видео есть в YouTube, вы можете там забить, у вас там сапольники, беспредел постового, там еще что-то. Ну, там есть, например, посмотрите. Нет, у вас в адекватно сейчас болезнь стоит. Абсолютно, абсолютно, да тут все адекватные, по сути. Кто здесь неадекватный? Здесь с вами кто-нибудь, как говорится, общался некорректно или еще так? А насчет зарплаты, чтобы мне платить, не надо горячиться. Это времена полиции, милиции прошли. Я такие же 13% со своей зарплатой, так же плачу и бюджет. Остальные 8,7% вы откуда получаете? Так же плачу и бюджет. А знаете, почему у вас зарплата называется денежное содержание? Денежное содержание? Да. Почему? Потому что ваша зарплата не зависит от результата труда. То есть, грубо говоря, вы же не можете там планы выполнять, что-то преступное. Да, 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 правильно. Нет планов, это запрещено. Именно поэтому. Установление, установление количественных показателей на центре службы полиции. Допустили бы меня в качестве защитника, да и все, вопрос будет решено. Дело в том, что, кстати, вот данное административное правонарушение, заставка девушка была доставлена, оно, как бы его нет в административном кодексе, вот в Куапе, да, Российской Федерации, оно предусмотрено законом номер 75 города Москвы. Так вот. Это тоже административное правонарушение города Москвы. Но только ни одно из правонарушений там не предусматривает административного задержания. Ни одно. Ни одно? Да. То есть, оно не предусмотрено по данной статье. Да. А штрафы как бы выписаны? Смотрите. А штрафы составления протоколов также противоречат. При невозможности составления протокола на месте, лицо, привлекаемое к административной ответственности, доставляется в территориальный орган самоуправления, ООД, полиция или управа. Это в Куапе, это в Куапе, это в Куапе, в Российской Федерации. А есть кодекс административного прорушения города Москвы. Там, в принципе, не предусмотрено административное задержание. То есть, его даже протоколы... Я вам что сказал, да, тоже вот так можно покрутить, да, по-разному. Но его протоколы составляют лица, даже не полиция. Уже давно нет полиции, составляющей протоколы. Это с 2011 года, вот это ГКУшники. Но эти ГКУшники не имеют никаких прав, то есть, грубо говоря, они могут предложить дать паспорт, предложить показать билет, предложить там проехать с ними в отдел. То есть, насильно они заставлять не могут никого пройти. Они для этого могут вызвать на полицию, которая подъедет, да, подъедет. Она на данный момент сюда до Бармонии прошла. А так они могут вызвать... Но ее потом не выпускали. Они могут вызвать сотрудников полиции. Я вижу на законах, на законах основательных... Нет, смотрите, пришла она, допустим, сюда, да. У меня, как бы сказать, нет возможности составлять эту информацию. Правильно? На конце концерта закон дозволяя, и в ближайшие территориальные изменения составляется протокол. А сейчас у меня даже там... Протокол доставления... Протокол, как говорится, доставления... Задержания, извиняюсь, забыл, конец меры. Начинаю уже путаться уже. Протокол задержания на кого составляется? Как зовут? Павел. Павел, у меня Александр говорит. Павел, на кого составляет протокол задержания? Задержанную. А она данные не предоставляет. Она не предоставляет, да. Здесь уже из этого вытекает 19.3. Нет. 51 статья Конституции, это что нам дает? Право не следствия против себя. Грубо говоря, вы... Она не свидетельствует против себя. Назвательную установку данных не является, как говорится, свидетельством против себя. Правильно? Как это? Установочная данная... Она может вообще молчать? Она может, да, сказать. Она может не говорить, что я вот вам. Да, да, действительно, там... А тут какой... Проехала, проехала, без билета. Вот она этого может не говорить. Но там ли она своей назвать? Даже основную лицу, сотрудник полиции, она обязана послушать. Нет. Ну, вы можете привести закон, я с вами соглашусь, но нет. 51 статья Конституции, она везде подписана. Можешь не давать показания, можешь не следить против себя. То есть, бремя доказывания лежит на государственном уровне. А зачем ей доказывать? Доказывать что? Доказать что? Ее имя? Даже не имя. Ну, вот кто вас заставит, может говорить. Вы что, пытать будете? Ну, вот если не скажешь, она сейчас... Что вы всем... Ну, и на кого вы будете оформлять 19-3? 19-3? Не думайте. Вот на кого? Вот она не дает данных. На кого вы будете оформлять 19-3? Ну, то есть, вы там считаете, что она... Да не я считаю. Нет, ну, просто так, по сути, идет, да? Сейчас как бы спустится более... Начальство там все закончится, спустится. Они определятся, я думаю, там... Ну, а что определятся? Примут правильное решение. Я бы как бы... Я бы как бы... Понимаю, я предполагаю, что это... Понимаете, я... Конституцию у нас, как же, доедут непостоянные правы на жизнь, правильно? Да. А закон о политике, в Уф-23 Bibelnik да, вернее право применять, минус с выстрелом на поражение в определённую ситуацию? Да, я говорю? Да, я говорю. С выстрелом в ситуации. Потому что закон это... Закон, да? Конституция это... Это высший закон, правильно? Российская Федерация? Да, да. А почему закон на политике не разрешено применять vientsst Ele cider a pressure на оружие с выстрелом на поражение? А там сказано, любой гражданин имеет право, правильно? Поясню. Вы когда его будете применять, вы будете охранять законом охранения его интереса. Так же, как и вы сейчас говорите, я и сейчас охраняю законы интереса, так же, как и вы сейчас говорите, что, как говорится, это 51 статья и может не свидетельствовать против себя. А закон о полиции, закон о полиции, ну и предоставляет такое право, как и кодекс административного правонарушения, это тоже федеральный закон. Закон о полиции мне позволяет сюда доставлять, требовать в нее установочные данные. При определенных обстоятельствах, да. При задержании, она задержана, получается. Да, да. Ну вот, а о чем речь, в принципе? Что вы здесь усматриваете? А я усматриваю противозаконную. Я усматриваю противозаконную в том, что не вы ее здесь удерживаете. Ну, допустим, ну, 19-3 там, ладно. То, что здесь, смотрите, здесь стояли контролеры, правильно, куча контролеров. Она, она, когда не была задержана, она пыталась выйти. Да, давайте. С чем? А по-моему, чего за венка пишется? Ну, вообще, по-моему, краткую. Ну, незаконные действия сотрудников, какого-то, когда-то перевозок. Еще раз. Незаконные действия сотрудников, какого организатора перевозок. Может быть, транса. А почему он... Почему незаконные? Не знаю, баталон, Олег. Еще раз. А я же вам пояснил, ее сюда никто не тащил, правильно? Я понял. У меня есть видео, как ее отсюда не выпускали. Именно не полицейские, а вот эти сотрудники. Она не была еще задержана. А вы где вы находились? А? Шпионишь? Да. Она прямую трансляцию просто вела. Там еще человек стоит у нее. Поэтому ее отсюда... Ну, как вот, ну, он стоит, мужик, блин, девочка маленькая. Я уверен, что они силы ее доставили. Ну, как силы. По крайней мере, моральное давление оказывалось 100%. Ну, то, что тут они 100 пудов силы ее удержали, это 100%. Ну, бывает, бывает, не исключаю этого, бывает. Права и свобода человека гражданина нарушена в отделе полиции. Бывает, действительно. Бывает. Причем при полицейских это было. При полицейских непорядок. Да, да. Надо разобраться с этим делом. Ладно. Ладно, все, урок, урок, урок. До свидания. Что, не хотите отпустить граждан? А? Не хотите граждан? Ну, как? Нам, ну, говорит, надо установить ее личность. Три часа прошло. Три часа прошло, и что дальше? Ну, вы ее тут вечно будете? Ее статья сейчас предусматривается... 12 лет. 12 лет. То есть, статья судебная. Отлично. Так, у судебной отказащие защитник принесет. А? Если вы на фирме делаете, что вам с этим проводят. Я говорю, у вас заявление принесет, заявление будет рассмотрено, ответственный он суд в курсе, беседовал со всеми. Зачем правильной защитник принесет, я понимаю, у вас там ведется какое-то производство, я понимаю, у вас ведется производство по делу, как я понял, суд вы планируете завтра назначить, и протокол вы еще никакой не заставили. Восемь часов у нас тут просили, что дальше? Сейчас будем устанавливать. Какие вон, я же, не прошу. Есть у нас способы и методы. Пытать? Нет, зачем? Это вот это все время, ты... Вон, гражданка стоит, никто ее никуда, и она просто отказывается тупо представляться, и все. Правильно делает, че? А? Правильно делает, че? Правильно делает, отнимая время у полиции, я просто как бы... Она изначально никак не проявляет. Я говорю, она, то есть, правильно делает, отнимая время у полиции. Это вы мне отнимаете время, вы не лихаете свободу сейчас, а не она вот. То есть, извините, наши требования, законные граждане представьте, не предъявите документы. Хорошо, нет у вас документов. Документов, да. Нет документов, вопрос нет. Назовите фамилию, имя, почту, число, месяц в отражении. Мы сейчас посмотрим вашу фотографию по тому конкретному. А на основании чего она вам граждану заводит данные? Она совершила административное правонарушение. Какое? Безбилетный проект, правильно? На основании заявления? Так, она совершила административное правонарушение. При совершении административного правонарушения сотрудник полиции уже имеет право требовать граждану предъявить документы. Да. Если с нее нет документов? Хорошо, нет документов. Представьтесь. А вот это вот на основании какого закон? Я понимаю, часть 2, часть 13. Правильно закон о полиции требует документов? А про установление личности там ничего не написано. То есть, подождите, если данные граждане на данный момент находятся в розыске, вы должны искать... Нет, вы должны это проверить. А как это проверить? По вашему как? Ну, это уже ваше там. По пилончику, по пилончику, она отказала. Она готова по пилончику палец положить? Я не знаю. Вы же меня не допускаете. Ну, видите, говорит, вы не знаем. Вы же меня не допускаете к ней, у меня княться. Она отказывает. Не буду я, говорит, не называть, не прислонять, ничего я не буду делать. Я вам так скажу, то, что административное правонарушение предусмотрено законом 45 города Москвы, безбилетный правительство, оно даже задержание не предусматривает. Оно не предусматривает задержание. Ее не задерживали, ее доставили сюда. А вот здесь она уже совершила другое правонарушение. Отказалась. А ее уполновочные лица сюда доставили? Отказались проявить. Я не знаю, доставили. Ее сюда проявили и сказали, что административное правонарушение. Теми лицами вы разберетесь, я думаю. Ее, как я понял, 19-3, правильно? Ну, сейчас она совершает административное правонарушение. Ну, 8-10, 9-10. У вас на долг, 10-10, на долг. Давай немножко. Если бы я думал о себе, я бы сейчас дома буду. Что вы ее делаете? Нам нужно сдать ее личность и отпустить домой. Все. 19-3 на нее, как-то домой пропустить. А еще мы сейчас ее расстреляем жидким поносом. Сейчас тофу наберем, боеприпасов побольше во дворе. Сколько людей было сегодня у вас? 3 везде? Да. А у вас? Да. Сейчас мы все вместе наберем жидкого поноса и во дворе, вот, блядь, на эту, как ее. Вот. На речку будет смотреть, на требовать. А мы ее будем на острове. Так, смотри, тут дальше про права и обязанности. Тебе разъясняешь права? С контролерами только. Нет, полицейским разъясняешь права и обязанности. Ну, так частично. Фамилия, ну, вот 25-1 что-то. Я не могу вписать фамилию, имя, вот, говорю, если здесь гражданка не установлена. Вот, причина содержания задержанной прекращено. 23-10, 26-го. Причина? В связи с установлением личности. Задержанная грядома получила, ничего не изымалась. Претензии имею, не имею пишки, что хочу. Все, окей, хорошо. Только задержали меня не 8 часов, а в 19 часов. Поскольку были помещены в помещении дежурной части. Я об этом же и говорю. А то, что вы здесь были, разбирались с контролером. Здесь я был 6 часов. Короче, тут ты находилась в добровольнике, тебя удерживали контролеры. Я подал заявление, в процессе которого, я думаю, они примут решение и я просит. Правильно? Вот. Дальше. Тут права, тебе разъяснялись. 51-е, 25-1, знакомимся с контролером дел и так далее. Не разъяснялось. Фамилия и инициалы не разъяснены. Тут где писать? Вот, фамилия инициалы. То есть мне сейчас надо здесь записаться? Да, фамилия и инициалы. Нет, фамилия и инициалы не надо. Тут написано про фамилия инициалы. Не разъяснена, я ему пишу, что это не разъяснялись. Пиши, не разъяснялись. подпись подпись то же самое представление права на телефон и развелся телефон у вас забирали? ни разу не забирали ну и все только не в 20-30, а в 19-40 и во сколько вас поместили к нам в дежурную часть? меня поместили за 2 в 19-40 в дежурной части я находилась пишите, замечание поместилось во сколько к востоку? куда? внизу писать здесь? нет замечание нет была помещена была там не знаю доставлена была в 18-00 помещение дежурной части заведено как это помещение называлось? где находилось? помещение без задержанных? помещение без задержанных помещение без задержанных не находилось в этой части полгода назад я так сделаю на маршрую не обращался а почему-то обошел на видео круг круг Если ты посолкнулся, то типа пора. Так, где у нас за копию? Это копия протокола? Вот подпись, вот подпись. Где вот то, что она внесла сейчас? А? Где то, что она внесла сейчас? Сделайте нормальную копию вот этой. Ну так вы распишитесь тогда. Ну сначала выдайте копию, потом распишитесь. Блин, ну как я вам, я вам принес копию. Вы говорите, где копия, я не буду распишаться. Ну я же ее обновила и теперь это копия. Ну все, расписывайтесь, кроме вот этой строчки. А, объяснение задержанное, стоп. Пиши, ничего не нарушала. Требуется помощь. Требовалась помощь защитника. На... На... Запитая. На ходатайство. о привлечении прибывшего защитника был отказан. Запятая. Однако, соответствующего определения не выносилось. Опись. Опись. Опять. 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 Хитрый. Прикольно. Прикольно. Меня зовут Каша, и в вечер меня в автобусе задержали контролёры, которые позднее предоставили мне пройти возможность в это отделение полиции. Получается, в автобусе было 5 контролёров. Я отказалась им предоставлять какие-либо документы, до того ничего, они повели меня в отдел для установления данных моих. Сколько их было и кто они были? Их было 5 штук. Это были мужчины в основном средних лет, был один пожилой сотрудник и был один молодой сотрудник, примерно мой ровесник. Вот. На то, что я сказала, давайте вымельем сотрудникам полиции на местной остановке, куда мы пришли. Они сказали, аргументировав эту тему, что отдел находится недалеко и они легко меня до него сокроводят. Вот. Вот. Собственно, меня привели в отдел. Меня надолго там задерживали. Сначала полисты вообще нас практически игнорировали. Контролёры пытались что-то привлечь к вниманию. В итоге, может, давно я на протяжении 10 часов прогрессов на местные данные, которые были в отделе в отделе. Но они получили много времени, а контролёры ушли. Скажи, пожалуйста, вот контролёры, они говорили, что ты не обязана снимать или говорили, что ты обязана пройти в отделе тебя в заблуждении касательно твоих правок? Контролёры не говорили конкретно об этом. Они сказали о том, что мы можем вызвать сотрудников полиции на место или пройти в отдел. Я говорю, вызывайте сотрудников. Вот. Потом через какое-то время и пойдём в отдел. Я такая, ну как бы ладно. А потом, уже будучи в отделе, контролёры говорили мне, что я пришла сюда добровольно и не отказывалась. Хотя мне не было предоставлено выбора возможности пойти с ими или отказаться. Они просто сказали, мы идём в отдел. Вот. Они выпускали тебя, когда вы в отделе просто стояли незадержанными? Когда я стояла в отделе незадержанной, контролёры в течение двух раз не дали мне выйти с территории отдела. Я сначала пыталась выйти во внутренний двор, но это было... Я услышала от них несколько замечаний, и они стояли рядом со мной. Потом я попробовала выйти за пределы КПП, и сейчас толпа из пяти контролёров побежала в КПП и превратила мне проход. Вот. Я задержана и не могу покинуть. Я спрашиваю, на основании чего я задержана, на основании правонарушения от этого проекта. Я говорю, что это правонарушение не... У меня есть задержание. Ну, в общем, они в итоге повели меня обратно вместе с сотрудниками полиции. А что делают сотрудники полиции, когда те контролёры выход преграждали? В основном сотрудники полиции просто стояли рядом и наблюдали, но одна женщина, одета в гражданскую одежду, тоже сказала, что она сотрудник полиции, и вместе с одним из контролёров преграждала мне путь. Она представилась? Она не представилась, она просто сказала, что она сотрудник полиции и назвала какое-то своё спание. Вот. Что дальше было? Мы вернулись в отдел, мы опять долго ждали, и потом меня уже задержали именно в самом отделе по 19.3 статье КУАП за неповиновение сотрудников, неповиновение требований сотрудников полиции от основания того, что я не хотела сообщать свои персональные данные. Вот. И я... То есть ты воспользовалась в 51 стадии в конституции, не свидетельствовала против себя, правильно? Да, верно. Какие у тебя документы к себе были? У меня вот при себе была социальная карточка. А попросил сотрудник полиции какие документы? А попросил сотрудник полиции ПАЗНО. Какая ты поняла, что у тебя есть социальная карта? Я это поняла уже довольно поздно, когда они начали выражать мне тем, что они отберут у меня мобильные телефоны и снимут у меня штуки, и я буду куда-то отправиться, у меня будет ничего, будет досмотр, и потом я говорю, вот, ну, типа, мы всё от себя выставили, я говорю, о, а у меня здесь есть социальная карточка. И после этого я её предоставила, но в течении быстрого времени меня выпустили и предоставили копию протокола о задержании, но не сразу. И ещё сотрудник полиции также сначала предоставил не предоставил копию протокола, я её дописала, дописала свои какие-то подочтения, свои замечания, но он не хотел предоставить мне обназлённую копию протокола, и мне пришлось ещё подождать и попросить, чтобы он, как бы, это внёс и скопировал. Когда ты была задержана, ты заявляла каким-то податайством, заявлением? Я пыталась заверить податайство о предоставлении мне защитника, но мне отказали в этом, когда я написала в этом заявлении, что я согласна со первой статьей Конституции не буду предоставлять свои персональные данные, вот, на что мне ответили, что анонимные заявления приниматься не будут. Так... Я попросила предоставить какой-либо письменный документ, подтверждающий то, что анонимные заявления не принимаются, на что была просто проигнорирована. Да, всё время мой защитник присутствовал во взяли, и его ко мне не поставили, и связь ему со мной тоже не была предоставлена. Вот. Ну, что будешь дальше делать, что? Ходить пешком. Ходить пешком. Ходить пешком. Ходить пешком.